Здорово, Влад. Здорово, Влад. Здорово. У меня к вам два вопроса. Почему «Победа» на «Дрейнджер» не дала ничего в эмоциональном плане? И как вам игра двух штрафников Глушакова и Ещенко? Впервые оба появились в составе. Да нет, но вся команда играла. Бардак продолжается, особенно в обороне. Выводов никаких не делают. Я сейчас сижу и думаю. Меня мало интересует счет. Меня интересовала игра, будет ли «Спартак» играть серьезно и сделает ли выводы. Ты задал мне вопрос, я на него отвечаю. Выводов никаких не сделал. «Спартак» играл как получится. Вот не получилось. Ну, не получилось. Теперь сейчас получится. «Конанов», мне так кажется, который, наверное, все-таки примет «Спартак», попал в очень тяжелую ситуацию. Во-первых, ему, по-моему, надо определить игроков, на кого он будет опираться. И то есть выбрать один из этих игроков в поле основного состава. Потому что то, что я сегодня увидел, это бардак. Ну, я не хочу повторяться сто раз. Мне надоело. Потому что так сзади играть нельзя. Да и, в общем-то, картинка была удручающая. Ну, это ребята просто уже, понимаешь, многие, может быть, уже вот захотели на Канарские острова жопу погреть свою. Другие не хотят выкладываться. Третьи говорят, а что? Вроде все нормально. Поэтому то, что происходит в команде, для меня это не новое. Я говорил тебе об этом. И статью свою читал. И другие статьи, которые я подавал в таком же ракурсе, я говорил, что этот бардак не скоро остановится. Поэтому тренер, который примет Спартак, ну, в данный момент, может быть, не Конов, а другой, ему предстоит определить, кто все-таки будет одевать эту байку Спартаковскую и выполнять свою профессиональную работу честно и порядочно. Пока я в строке ничего, ни черта не вижу. И Лужаков, и все остальные сыграли. У меня даже были моменты, вот я так смотрел игру, они продали же не игру. А честная ли она вообще-то игра-то, откровенно говоря? Здесь надо тоже посмотреть вообще, как мячи были забиты первый мяч, да и второй тоже самое. А все ли честно? Ну, это второе. И мне об этом судить, но у меня есть свое видение. Я уж говорить не буду, потому что я боюсь гнева и болельщиков, и спортивных чиновников. Ну, что-то, что-то не то. Дыма без огня не бывает. Ну, во всяком случае, я не хочу в наглую заявить, что Спартак игру продал или не сдал, что это был договорняк. Но что-то около этого. Потому что все-таки то, что происходило на футбольном поле, ну, как обычно я говорю, это антифутбол. По кандидатуре Кононова, хотел бы выразить такую мысль. Он в Краснодаре занял максимум только третье место. Это при хорошем составе и при том, что в клубе нет никакого давления. То есть он работал в идеальных условиях. Таких идеальных условий в Спартаке у него не будет. Стресс начнется с первой игры. В этой связи у меня большие сомнения именно по его кандидатуре. Вы об этом не думали? Да. Я понял, что сказать. Ты понимаешь, что он делает? Я очень мало знаю этого человека. Общение, которое происходило между мной и ним в течение полчаса на телевидении, это ни о чем не говорит. Просто он на меня привел хорошее впечатление. Не потому, что его назначили тренером. Он интеллигентный, грамотный в футболе человек. Он тренировал хорошую команду. И так далее. Разговаривает о футболе хорошими такими фразами. Не наглый, не хам. Он на меня хорошее впечатление произвел. Но дело все в том, что здесь совсем другая позиция. Я бы, конечно, сейчас с удовольствием встретился бы один на один и узнал бы его мнение. Ты точно уверен, что ты в Спартаке выправишь из этого положения? Потому что то, что происходит в команде, это уже за пределы возможного. Ты понимаешь? Некоторые футболисты вообще сдали. Сдали и по мастерству, а раз по мастерству и физически или позже. Ну, посмотри. Все-таки при всех делах, что бы ни происходило, бездарно провел игру Адриана. Ну, просто бездарно, честно говоря. Он и с Глазго Рейжинс ничего не показал, но там забил. Там попалась команда, которая ничем по огромному смыслу не уступает Спартаку. В бардачном смысле. Сегодня на поле… А где молодежь? Еще раз задаю тебе вопрос. Где Тимофеев? Где ребята? Где Леонтьева, что он выпустил? Это что такое вообще? Вот смотришь на все это, все в совокупности производит очень странные впечатления. Очень странные. Поэтому то, что команда не до конца выкладывается, это абсолютно однозначно. Абсолютно однозначно. Потому что при всех делах, если бы я был в штабе тренерском команде «Московского Спартака», я после таких игр, как «Рейнджерс» или «Сегодня», или еще не буду говорить, какие игры, я просто из команды выгнал бы. за невыполнение своих профессиональных обязанностей. А остальное, Влад, ты можешь додумывать сам. Понимаешь? Ну, просто. Если Ханя бьет куда-то там в небеса, если у него там был полумомент игловой, из него надо высасывать что-то, потому что он нападающий, смеется. Ты что смеешься? Я бы хотел ему задать. Ты что? Тебе очень смешно? Ну, плакать надо, ребята. Плакать. Потому что то, что вы делаете на поле, это я просто Ханю взял как пример того, что его близко показали по телевизору. Ну, что это такое вообще, а? И у меня закадывается мысль, что какие-то на поле вышли заслуженные казачки. Понимаешь? Ну, сыграем. Вот получилось, не получилось. А вдруг получится? Вот мы «Глазка Рейнджерс», что вы хотите, проскочили? Проскочили. Пол Москвы гудит. Ой, как здорово! Четыре забиты. А я благодаря твоей статье еще некоторые там написали. Так нигде в футбол играть. Это антифутбол. Абсолютно антифутбол. И продолжение будет следовать. И господин Федон знает об этом. Еще раз писаю, это его заслуга, в кавычках, что команда так играет. Он этого хотел, он добился. И вся его шобла-ебла, которая там вместе с ним руководит. И кормит команду. Это они, руководители, сделали так, что команда вообще неуправляемая. На поле выходят не мужики, а какие-то эти, не буду говорить, ансамбль Моисеева. Я тебе еще раз хочу сказать, что то, что он производит на футбольном поле, для меня это неприемлемо. Ну, просто неприемлемо. Понимаешь или нет? Что бы ты ни говорил. Валерий Леонидович, я помню, когда мы с вами разговаривали про Глушакова, когда его карьера только странил. Вы сказали про него вещь, что его ни в коем случае нельзя возвращать в состав, потому что он и второго тренера тоже сплавит. Но потом вы сказали про Глушакова, ну ладно, не будем его ассистовать. Скажите, сейчас у вас какое сформировалось мнение об этой ситуации? Не надо его трогать. Я думаю, что в «Спартаке» работают компетентные люди в спортивном плане. Пускай они решают. Мне надоело ввязывать все эти грязные дела. Мне как-то неприятно рассуждать на тему околофутбольной. Ведь я тебе серьезно говорю, Влад, Глушаков ли виноват, Камбаров или все остальные, пускай разбираются. Они там знают, кто чем дышит, кто куда ходит и кто чем занимается. Понимаешь? Мы с тобой можем только предположить. У меня есть свое определенное мнение, что все, что мы говорим про Глушакова и там компания, они сдали в футболе страшное. Понимаешь? Можно быть недовольным, можно вонять ходить, гудеть, пыхтеть. Но делать свою работу. Понимаешь? Ты делаешь работу, тебе не придерешься. И можно со стороны сказать, ребят, он пыхтит, бурщит, он, наверное, болеет все-таки за команду. Он же выкладывается. Этого нет. Они потеряли. Там вообще непонятно, что в команде творится. Где Самедов? Где Ананидзе? Где Еременко? Где Рассказов? Где Рассказов? Где Рассказов? Где Рассказов? Что там вообще? Там вообще парк культуры Горького. Одни поехали, другие тренируются обособленной группой. Когда все это читаешь, на мысль приходит непонятно, что. Что это за команда такая? Вы, ребята, ходите на работу. Вы получаете по контракту хорошие деньги. Какие хорошие? Сумасшедшие. Вдруг в поездку в Уфу, где еще, честно говоря, в турнирной таблице вообще нифига ничего не ясно. Честно говоря-то. Поэтому, что только можем в игры одну-две игры, и ты уже там где-то впереди, полкоманды основного состава не едет на игру. Это как понять вообще? Ну, как мне говорить об этом? Выходит какой-то Леонтьев. Пантелеев там, по-моему, вышел, не Леонтьев. А? Пантелеев, кажется. Пантелеев. Пантелеев. Ну, я не против него. Это честно. Ради бога, молодежь надо продвигать. Ну, честно говоря, ребят, мы же на работу ходим. Ну, вы продвигайте его в такой... Пускай он покажет себя с такой стороны, чтобы приносить пользу команде. Я же много раз об этом говорил. Много раз. Почему не поедал? Почему рассказок не играл? Да в чем дело вообще-то? Где основной состав? Контр-состава, на который мы ходили буквально при карьере, как бы к нему ни относились, у него все-таки одно время выявлен состав, он на него опирался. Сейчас вообще ничего нет. Ничего. Поэтому такое впечатление, что все в Польшу пришли. К этому тренеру, испанцу. Я не хочу касаться его. Ну, руководство Спартака, откровенно говоря, добилось своего. Они планомерно развалили команду. Собрать ее будет очень тяжело. Очень тяжело. Потому что многие ведущие футболисты в Спартаке, которые делали погоду, они сбавили процентов на 50. Вокруг кого строить команду? Вокруг кого? Вокруг одного мелькареха. Большинникова там. Вот я тебе и говорю. Поэтому сейчас мы с тобой кончим давать друг другу интервью. Я тоже хочу узнать от журналистов, как они к этому всему относятся. У меня однозначное мнение. Там что-то непорядка. Что-то там такое, что то ли они играть не хотят, то ли они на все положили, то ли, честно говоря, все им надоело, к чертовой матери. Этот футбол для них как будто уголь грузить в шахте. Понимаешь? Нет самоотдачи. Ничего, ничего нету. Поэтому все, что я вижу, для меня это неприемлемо. Угу. И дальше будет, наверное, только хуже. Дальше будет... Да, а как? Я выхода не вижу. Я не вижу выхода. Я не вижу там человека, за которым можно потянуться. За которым можно, как пример, пальцем показать. Говорят, ребята, давайте вместе выполнять нашу работу профессионально честно и порядочно. Я не вижу ничего. Я вижу разброс полнейший в команде. Не потому, что я хочу с командой спорта... Тереть очки. Алло, алло. Да, да, слышу. Да, слышу, слышу. Я при хорошей игре можно терять очки и рассуждать уже на тему тактическую. Что неправильно поставил на место одного игрока. Надо было переставить. Это другое дело. А когда я вижу, что сплошная анархия на футбольном поле... Что мне говорить-то? Я ему рассказываю свое мнение. Мнение, которое всегда останется при мне. К нему можно прислушиваться, можно нет. Я говорю то, что я вижу. Прав я, не прав. Можно со мной сражаться, нет. Но такого бардака в команде я давно не встречал. Потому что я вижу, что в команде ребята не понимают, что они творят. Вот мое мнение. Для меня это не только неприемлемо. Это недопустимо. Да, такого бардака, наверное, со времен Янчи и Таноша не было. Ты понимаешь, в чем дело, Влад? Есть простая вещь из этого положения. Если бы команда переживала, если бы тренер переживал, исполняющий обязан. Нет. Ребят, если у нас впереди не получается, если у нас бардак в обороне, так быстрите оборону. Попробуйте сыграть на контратаке. Укрепите тылы. Сделайте так, чтобы через центр у вас не было никаких прорывов. Чтобы края были закрыты, перекрыты. Сделайте подстраховку. Сделайте опеку. И персональную зону. И так, чтобы она играла и работала. Сделайте так, чтобы мышь не проскочила. Тогда я скажу, ребят, все вроде сзади, все в порядке. Надо делать что-то впереди. Давай раз другое сделай. А когда я вижу, что вся команда разболтанная. Вся. Жизнется на каких-то тоненьких колосьях. А что мне говорить-то? Я вот нечаясь, что-то выдумываю. Да не надо мне ничего выдумывать. Я тебе как раз все это и высказал. Я высказал то, что я вижу, что команда «Спартак» не имеет права играть в таком настроении. Бокалит на футболе занимать два с лишним часа времени. Вот наимение. Позор. Просто позор. Спасибо, Олег Леонидович. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok